В рамках уходящего года Насиме, азербайджанскому фотографу Орхану Азим удалось посетить могилу выдающегося мыслителя Имамедина Насиме. Известно, что могила поэта находится в Алеппо, Сирии. В азербайджанском обществе существует озабоченность судьбой мавзолея поэта в городе. По словам Орхана Азимова, окруженный трехметровым забором мавзолей расположен на улице, носящий имя поэта Аль-Насиме. На самом деле мы подали заявку на посещение мавзолея еще в марте этого года. Мы ждали визу, которую выдали только в ноябре. Алеппо – очень древний город. Перед отъездом я изучил довоенные фотографии города. Этот город полон исторических памятников и очень тяжело осознавать, что он был серьезно поврежден в результате войны. Подготовленный Орханом фоторепортаж из туманного, хмурого, а иногда и солнечного Алеппо стал утешением для тех, кто восхищен духом жившего на чужбине и маметина Насиме и обеспокоен судьбой мавзолея поэта. Начатые еще до войны работы по реконструкции мавзолея и окружающих его стен остались незавершенными. Руины вокруг памятника напоминают нам об ужасах войны. На территории мавзолея также расположены могилы современников и последователи идея поэта. Мавзолеи и могилы вокруг него покрыты трещинами, которые являются следствием ракетных ударов по близлежащим районам. Я хотел бы еще посетить мавзолей, чтобы соприкоснуться с прошлым. Во время поездки фотограф также сделал фотографии с видами Алеппо, известного как один из древних культурных центров Ближнего Востока. Из семи въездов в город сохранилось только пять, а исторический 13-километровый рынок Алеппо полностью уничтожен. Цитадель Алеппо, которая в 1986 году была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, также серьезно пострадала. Музеи и библиотеки разграблены. После прекращения военных действий в некоторых районах начаты восстановительные работы, введены в эксплуатацию гостиницы и рынки. Пережившее войну население, которое испытывает серьезные лишения, надеется на лучшее будущее. Фидана Гуи, Фарахса Бергызы, Эльвин Гаджали, FCPC